Всем Дискорд, с вами Лорд Альтаир. Я рад всем тем, кто заглянул на этот обзор и поставил лайк, независимо от содержания. В этом видео я буду рассказывать об игре AWP Evolution. Это мой первый обзор на видеоигру, так что не усните, а я постараюсь сделать видос наиболее интересным. AWP Evolution. Была разработана Angry Mob Games и издана Fox Digital Entertainment. Angry Mob Games не славится своей популярностью по вселенной Чужого Хищника. И у них только эволюция. Еще есть Predators, но это скорее насос для выкачивания вашего кошелька. Сюжет очень простой. Суперхищники, антагонисты из фильма Хищники 2010 года, принят королеву Чужих, чтобы использовать в своих целях ксеноморфов, в компании за Хищника нам необходимо убить королеву, поставляющую яйца, в компании за Чужого нам нужно убить Берсеркова, вожака Суперхищника. AWP Evolution представляет собой слэшера третьего лица, и как в любых других слэшерах, тип ведения боя рукопашный. В начале игры нам дает возможность выбрать компанию, за которую мы хотим играть первым. Только вот незадача, чтобы понять сюжет, сначала нужно играть за Кчужого, а потом за Хищника, потому что в начале миссии Чужого Суперхищники принят королеву, а в начале компании Хищника мы бьемся с Чужими, рожденными от этой королевы. Из плюсов компании Чужого хочется отметить вторую миссию, на которой нам дает возможность сыграть на первых стадиях развития Чужого, как в игре Aliens vs Predator 2. Во второй миссии Хищника ничего особенного, тут просто надо сбежать с падающего корабля и всё. Во время всей игры мы можем развивать нашего героя ПВШ, уровень и покупая для него улучшения. Хотя это и слэшер, в игре есть оружие для дальнего боя, но они тратят энергию персонажей и используются только в критических ситуациях. Ещё интересная особенность игры – это концовка третьей миссии, в которых, играя за героя одной компанией, мы встречаем нашего героя другой компанией. Кроме обычных уровней, в игре присутствует бонус миссии, включая две секретные, которые открываются при сборе спрятанных предметов на карте. Чужой собирает яйца, а Хищник – Крофей. Аналогичная задача стояла в игре Aliens vs Predator 2010. Про то, какие секретные миссии открывают эти предметы, я расскажу в конце видео. Для передвижения персонажа используется левая сторона экрана. Для ведения боя – правая. Кнопка А используется для атаки. Б – для защиты и прыжка. При комбинации этих кнопок активируются комбо-приёмы. Когда у противника мало здоровья, можно активировать фаталити – кнопка с черепом. Во время прокачки вам также будут доступны кнопки смены оружия и спецприёмов, вроде «Дикого режима для Чужого» и «Невидимости для Хищника». Вот мы и подошли к самому интересному. Это редактор персонажей. В нём вы можете выбрать внешность своего героя. В редакторе «Чужого» можно менять голову, тело и хвост. Если голова с телом ничего не даёт, то от выбранного типа хвоста будут зависеть атаки вашего морфа. Например, не всеми хвостами можно атаковать. Хвост из этой категории будет у вас в начале игры, так что вам следует прикупить хвост получше. Ещё, если соединить части тела только определённого Чужого, у него будет другая походка. Например, собрав все части бегуна или берсерка, Чужек передвигается на четырёх лапах. В способности Чужого входят призыв лица хватов, кислота, дикий режим битвы. Редактор «Хищника» похож на редактор Чужого, только вместо головы мы меняем маску, вместо хвоста нам доступны попья и хвосты. И каким лесом копьё тут оружие ближнего боя? Хищник использует копьё в основном для метания. В оружие хищника входит также плазменная пушка, мины и сетка. Всё по классике. А то, что меня не радует, это то, что не все брони хищника дают невидимость. Предметы в редакторе достаточно дорогие, для этого разработчики предусмотрели донат. Это что, донат в одиночной игре? Я то думал, что я жмоты. Качество графики для мобильной игры достаточно хорошее, отражение, металлоэффекты, хотя в трейлере графон был гораздо лучше. Модели прорисованы отлично, особенно модели Чужого. Отдельно хотелось бы отметить то, что портит игру до нельзя. Логика в игре отсутствует напрочь. Герои игры кастрированы по сравнению с своими оригинальными сородичами. Чужой не может ползать по стенам. Точнее, может, но только в отведенных для этого местах. Хищник не умеет прыгать, но ему, в отличие от Чужого, хоть раз прыгнуть не дадут. НПС ведут себя тупо. Когда рядом ползает Чужой на стадии грудоломы, ученые дрожат как щенки. Хотя на этой стадии ксеноморфы уязвимы. Как хорошо, что вспомнили про свои пестики, когда Чужой вырос. К сожалению, это их не спасло. В начале кампании Чужого, когда Суперхищники принят Королеву, нам можно некоторое время подражаться с Хищниками. Только вот толку от этого ноль, так как, чтобы пройти миссию, Суперхищники должны убить Чужого. И вот нафига всё это? Хищники такой проблемы нет, так как там нас могут убить не только Чужие. Основной противник первой миссии Хищник — это Берсер. Ну, эту кампанию я не рыгаю, вот к ней можно хоть кого-то убить. Но вот вторая миссия Хищника — это полный бред. Вместо того, чтобы вооружиться по-мужски, со своей бронёй и пушкой, наш алкоголик за рулём берёт пару лезвий и прямо в труселях валит с корабля. Вот пример. Вы военный, ваш вертолёт падает. Что вы делаете? Надеваете броню, берёте пулемёт? Или в футболке с парой перочинных ножей на врага бросаетесь? Думаю, ответ очевиден. Ну, я про вертолёт, а в игре корабль, которому вы ещё с орбиты падаете ещё долго. Так что вооружиться Хищник бы успел. А может, причина в том, что вооружение Хищей очень дорогое, а Хищнику нашему ещё не заплатили? Вот и одеть нечего. И, возможно, это причина, по которой Берсерк пошёл в криминал. Возможно, что разработчики намеренно устроили кризис на планете Хищников, чтобы оставить их играть в своей игре. Но в этом нет никакого смысла. А это значит, что... Это ничего не значит. Ещё я не понимаю, если Королева Ксеноморфов пленулся про Хищников. Каким образом игрок Чужой не находится под влиянием Королевы? У него же есть какая-то магическая защита? Точно так же можно сказать про других Чужих. Также в игре идёт настоящее ущемление прав Хищников. Если Чужому достаётся всякие плюшки, Хищников тут едут по всем статьям. Чужому дали отличную миссию с развитием до взрослой особи, а Хищника раздели до трусов. Чужой может иногда ползать по стенам, Хищник же ни разу за игру не прыгнул. И даже кампания Чужого длиннее, чем у Хищника. И вот что я хотел показать вначале. Скрытые бонус-миссии. Итак, в скрытые бонус-миссии Чужого нам даёт возможность поиграть за саму Королеву. Где вы ещё такое видели? А миссия Хищника... Это мини-игра в стиле фрут-нинзи. Ага, чё, нормально? Хотя что можно говорить о разработчиках, которые в своих артах шипперят Чужих с Хищниками? Ну что ж, подведём итоги. AWP Эволюция может и не идеальная игра, а полная ляпов. Она заслуживает внимания, ведь это одна из моих любимых игр по вселенной Чужого и Хищника. И пускай сейчас игра уже недоступна для покупки, ещё... Её ещё можно скачать на сайтах. Скоро я сделаю прохождение этой игры и покажу вам все уровни по порядку. Мы вместе оценим игру полностью. Также скоро вас ждёт ещё один обзор на сериал «Любовь, смерть и роботы». Как говорит Кентек, оценивайте, подписывайтесь и пока!